Бревна, камни и трамплины. Целая полоса препятствий встретила участников международных мотосоревнований под названием «На пределе». Такой необычный участок спортсменам приходится преодолевать каждый год, ведь это часть открытого чемпионата Приморского края по хард-эндуро. И здесь, к слову, собираются представители этого экстремального класса со всей страны. На самом деле соревнования у нас проводятся регулярно. Идет чемпионат Приморского края, состоящий из трех этапов. Эта гонка проводится в четвертый раз, собирая наибольшее количество участников в дисциплине хард-эндуро во всей России. Так называемый «Пролог» – самый зрелищный этап соревнований – собрал на трассе около сотни мотоциклистов. Испытать на прочность себя и свой байк на бездорожье решились гонщики с Дальнего Востока, Иркутска, Москвы и даже Южной Кореи. Задача перед всеми в этот день стояла одна – за 10 минут преодолеть участок максимальное количество раз. Но, как отмечали сами гонщики, 10 минут на таком изматывающем испытании казались вечностью. Ведь особо тут не разогнаться – травмоопасный вид спорта. Здесь первый раз вообще, это мои четвертые соревнования, ну привели ощущения незабываемые. Ну, сначала, скажем так, было очень страшно, потому что для человеческого глаза такие препятствия не воспринимаешь. А потом втянулся, очень понравилось. И сейчас, если не страшно, значит неинтересно. Пролог преодолевали гонщики в классах «Оупен» и «Спорт». Победителем первого стал Юрий Хоменко из Иркутска. А вот лучшим в спортивном заезде стал москвич Давид Леонов, который является одним из выдающихся мастеров эндуро в России. К слову, многие спортсмены издалека ехали во Владивосток лишь в поисках новых ощущений, потому как приморская трасса всегда умеет удивлять. Четвертый год здесь подряд она проводится. Мы первый год в Южно-Сахалинске постоянно принимаем участие в подобного рода соревнованиях. Также трехдневная гонка вот сюда. После августа, после гонки, которая прошла в Южном в августе, приехали сюда. К финалу соревнований мотогонщики сменили маленький экстремальный участок на большую лесную трассу. Участникам предстояло преодолеть отрезок между Владивостоком и Артемом. В общей сумме более 200 километров по пересеченной местности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По итогу после подсчета суммы очков за три дня победителем в классе спорт стал Антоний Труш из Владивостока. В классе Оупен лучшим оказался Юрий Хоменко из Иркутска. А в классе Хобби победу праздновал Михаил Отрощенко из Находки. Стоит отметить, что в следующий раз любители хард-эндуро встретятся на этих же соревнованиях только осенью следующего года. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова